Сегодня умер один человек. Ему было где-то 20-30 лет. Он был мусульманином. Носил красивую одежду, пользовался приятными духами. И это все, что мы о нем знаем. Это, уважаемые братья и сестры, пример смерти обычного человека, представителя исламской умы. Мы знаем о людях лишь то, что мы от них видим, то есть их внешний вид, стиль одежды. Возможно, мы также знаем их имена, сколько им лет, но в действительности мы о них практически ничего не знаем. И точно так же, насколько легко о нас забывают, пока мы живы, о нас забывают и после нашей смерти. Всевышний Аллах в Коране задает риторический вопрос «Было ли время урода человеческого, когда о нем стоило помнить?» Я хочу, чтобы вы поразмыслили немного над этим. Человек жил на этой земле, а после смерти о нем помнит лишь пару часов. Какая постыдная жизнь! Это не тот образ жизни, который стоит вести, и не в таком состоянии хочется покидать этот мир. Мы не имеем в виду, что о вас должны помнить в смысле восхваления, но о вас должны помнить те люди, для которых вы совершили что-то благое. Сегодня я расскажу вам историю, которая случилась с одним из имамов, жившим во втором столетии. Его звали Малик ибн Динар. Он пишет о своей жизни и говорит, «Я был молодым человеком, 19 лет, и я совершал всевозможные грехи. Я пил, воровал, убивал, совершал прелюбодеяние, то есть грешил всеми видами грехов. И однажды, когда шел по улицам, я встретил прекрасную маленькую девочку. Ей было пять лет. И встреча с ней изменила мое сердце непостижимым образом. Что-то подсказало мне, что пришла пора менять образ жизни. Я пришел домой, совершил намаз и обратился ко Всевышнему. «О, Аллах! Откуда во мне эти чувства? Что происходит со мной? Что происходит со мной?» Я решил, что начну меняться, создам семью. Через девять месяцев Всевышний даровал мне чудесную дочь по имени Фатима. Фатима стала прокладой моих глаз и теплом моего сердца. Я любил ее, играл с ней, заботился о ней. Однажды, когда я сидел на столе, я собрался налить себе стакан алкоголя. Дочка пришла и села мне на колени, как она часто делала, и начала играть с моей бородой. В тот момент, когда я собирался выпить из стакана, она ударила меня по руке, и стакан выпал из рук. Я подумал, что если бы это был кто-нибудь помимо Фатимы, то я ударил бы его по шее. Но Всевышний Аллах внушил такую любовь и милость в мое сердце по отношению к ней, что я мог только обнять и поцеловать ее. В этот день я бросил пить. Время шло. Я старался стать лучше и во многом поменял свой образ жизни. Между тем, Фатима росла и становилась мне все дороже и любимей. Когда ей исполнилось пять лет, Фатима напоминала мне ту прекрасную девочку, которую я встретил на улице и которая помогла мне измениться. Но в тот момент Всевышний не спасла мне великое испытание. Настолько великое, что казалось, будто никто прежде на всей планете не имел такого испытания. Всевышний забрал у меня Фатиму. Она умерла. У меня началась депрессия. Я начал грустить. Не знал, что мне делать. Я начал снова пить в надежде, что боль уйдет. Я пил, пил и снова пил. Ночью я пил с тем, чтобы поскорее настал день. А днем пил, чтобы поскорее наступила ночь. И однажды ночью, когда я уснул после длинного дня, Всевышний не спасла мне видение. Наступил судный день. Меня и всех других людей воскресили. Повсюду воцарился хаос. Люди начали бежать, а я не мог понять, куда мне бежать и от кого мне бежать. Я начал бежать вместе с другими людьми и заметил, что я был единственным человеком, за которым ползла гигантская черная змея. Чем быстрее я бежал, тем быстрее ползла за мной змея. Я бежал, бежал и бежал до тех пор, пока не дошел до подножия горы. Здесь я увидел пожилого человека с красивыми белыми волосами, прекрасной белой бородой и в красивой белой одежде. Но он был очень старым. Я спросил его, дедушка, ради Аллаха, помоги мне спастись от этой змеи. Старик ответил, я слаб и немощен. Возможно, если ты пойдешь на вершину горы, там найдется тот, кто поможет тебе. Я отправился на вершину горы, бежал и бежал, а змея ползла прямо за мной. Добравшись до вершины горы, я посмотрел вниз и увидел адский огонь. Люди горели в огне, терпели наказание и мучение. Я осознал, что не хочу оказаться там. И побежал вниз к подножию горы. И вновь я увидел того пожилого человека и закричал, старик, ради Аллаха, помоги мне. И старик вновь ответил мне, я слаб и немощен. Беги в сторону гор, возможно, ты найдешь кого-нибудь, кто поможет тебе. Я снова начал бежать. Я бежал в сторону зеленых кустов, надеясь найти там спасение. Приближаясь к этому месту, я услышал крик детей, они играли, но я не мог понять, о чем они говорят. Постепенно я начал различать их слова. Дети говорили, о Фатима, подойди и помоги своему отцу, подойди и помоги своему отцу. Я подумал, как такое возможно? Фатима, моя любимая дочь, она же умерла. Приблизившись к детям, я четко увидел силуэт своей дочери и понял, что это была Фатима. Она широко раскрыла объятия, ждала, пока я приду и обниму ее. Я подошел к ней. Фатима обняла меня правой рукой, а левой рукой она прогнала змею. В ту минуту я не мог ничего понять, что это за место, куда я попал. Я спросил дочку, о Фатима, что происходит? Что это за место? Она сказала, папочка, садись. Мы присели под дерево. Она села мне на колени и начала играть с моей бородой, как она это делала в этом мире. О Фатима, пожалуйста, объясни мне, что происходит. Она ответила, отец, это судный день. Черная змея, которую ты видел, это твои дурные деяния. Их стало так много, и они стали такими сильными, что если бы не я, они погубили бы тебя сегодня. Тот пожилой человек, которого ты видел в белых одеяниях и с белой бородой, и с нуром на лице, это были твои добрые деяния. Их стало так мало, что они ничем не могли тебе сегодня помочь. О Отец, неужели не пришло время для тебя изменить свою жизнь? Она прочитала аят Кораны. Разве не настало время для тех, которые уверовали, чтобы смягчились и смирились их сердца при поминании Аллаха? В этот момент Малик бен Динар проснулся и встал. Встав, он услышал азан к намазу Магриб. Совершив омовение, он поспешил в мечеть. А с началом намаза он слышит слова имама, который зачитывает эту же ссору из Корана. Субтитры создавал DimaTorzok 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 что для него началась новая жизнь. Он решил измениться и стал праведным человеком. Малик бен Динар приходил в центр города в середине ночи и обращался к людям «О люди, пробуждайтесь для поминания Всевышнего! О люди, просыпайтесь навстречу своему успеху!» Из-за подобных поступков люди считали его сумасшедшим, но Малик ибн Динар знал, что настоящий успех зависит только от воли Всевышнего. Обретя праведность, с Маликом ибн Динаром приключилась и другая история. Однажды ночью к нему в дом забрался вор, чтобы ограбить его. В темноте вор искал на ощупь своей рукой в поисках чего-нибудь ценного. В этот момент Малик ибн Динар стоял в намазе. Он ухватил вора за руку и забрал его с собой в процессе молитвы. Наклоняясь на руку, Малик ибн Динар склонил вора на поклон вместе с собой. После молитвы Малик ибн Динар спрашивает вора «Что ты хотел украсть?» Вор отвечает «Я не хочу проблем. Пожалуйста, отпусти меня. Я не возьму ничего из твоего дома». Малик ибн Динар отвечает ему «Я отпущу тебя с одним условием. Перед тем, как ты уйдешь, ты совершишь два раката намаза, и я тебя отпущу». Вор соглашается. Он встает, совершает амавини, возвращается и начинает молиться вместе с Маликом ибн Динаром. Они молятся, совершают два раката, и Малик ибн Динар говорит вору «На этом все, ты можешь идти, ты свободен». Вор спрашивает Малик ибн Динара «Можно я совершу еще один намаз с тобой?» Они совершили еще один намаз, затем наступило время утренней молитвы. Малик ибн Динар вновь говорит ему «Ты свободен, можешь идти». Вор спрашивает Малик ибн Динара «Может ли он сопровождать его на фаджр намаз?» Совершив утренний намаз, они возвращаются, и Малик ибн Динар вновь говорит ему «Ты свободен, можешь идти, почему ты еще здесь?» В ответ вор сказал нечто такое, что просто потрясло меня. Я был поражен, прочитав об этом. Вор обращается к Малику ибн Динару, говоря «Право мусульманина относительно другого мусульманина в том, что если он попросит быть его гостем, то он может оставаться у него три дня». И когда я прочитал это, то подумал «Субханаллах, посмотрите какой уровень знаний был у воров того времени». То есть он прочитал хадис, и это действительно потрясло меня. Так что Малик ибн Динар принял его как гостя, и тот оставался у него на протяжении трех дней. Они вели такой образ жизни. В нем они постились, а ночью они молились. И, наконец, на третий день вор решил уйти. Он вернулся туда, откуда пришел, и увидел, что вокруг него собрались остальные воры. Они беспокоились за него, стали спрашивать «Чего же ты украл? Тебя не было три дня, тебе, наверное, удалось украсть много денег, много ценностей». Он ответил «Я вернулся с самым ценным сокровищем на свете. Однако, когда я собрался ограбить одного человека, тот вместо этого ограбил меня». Воры начали кричать «Скажи нам, кто это? Мы найдем и убьем его, и заберем в него сокровище». Воры отвечают им «Это сокровище, которое невозможно увидеть. Это сокровище, которое невозможно потрогать. Его можно только ощутить». Воры спросили его «О чем ты говоришь?» Он ответил «Я совершил ошибку, когда забрался в дом Малика ибн Динара. Он остановил меня, он научил меня молиться, поститься, он научил меня вставать в середине ночи и поминать Господа. Я забрался к нему в дом с тем, чтобы украсть самое ценное у него, а он сам забрал мое бесценное сокровище, мое сердце, которое он отдал Всевышнему Аллаху». Это была история Малика ибн Динара. О нем есть еще множество историй, которые свидетельствуют о том, насколько праведным человеком он стал, одним из лидеров Таби-Ина в своего времени. Но как человек достигает такого уровня? У каждого человека есть определенный поворотный момент в жизни, после чего они могут стать лучше или хуже. Взвешенное решение, которое поможет человеку выбрать его путь, попадет ли он в рай или в ад. И вы поймете, что принятое вами решение влияет не только на вас одного, но это решение повлияет также на всех, кто вокруг вас. Потому что если человек выберет путь, который ведет его к раю, то он будет идти в направлении рая, который будет полон множеством людей. То есть, путь к раю – это не тоненькая узкая тропинка, по которой человек идет совершенно один, но это путь, по которому человек ведет других людей со собой. Вот почему Пророк Алейхиссалату Ассалям сказал, «Куллукум ра'ин, в куллукум мас'ул». Каждый из вас пастух, и каждый из вас будет в ответе за свою паству. То есть, за тех людей, которые рядом с ним, тех людей, за которых он несет ответственность. Жизнь в этом мире дает нам возможность думать о том, что вы индивидуальность и ведете индивидуальную жизнь. Но Всевышний Аллах создал нашу религию не по этому принципу. Мы выбираем добро. Если человек совершает доброе дело, мы присоединяемся к нему, и мы запрещаем зло. Если мы видим, что человек творит злодеяние, мы останавливаем его. Таким образом, человеческое паство пойдет либо в рай, либо в ад. А сейчас мне хотелось бы озвучить пять моментов, которые необходимо соблюдать всем людям, начиная с меня, с тем, чтобы мы облегчили себе путь в рай. Какой вывод мы делаем из истории людей, подобных Малику и Бнагинару? И нам всем стоит ответить на вопрос, каким образом о нас будут поминать после нашей смерти? Если обратиться к Сири, то одна из самых прекрасных историй, это история о человеке, который никогда не встречался с пророком, али-иссаляту ассалям. Это история человека, который родился в христианской семье. Это история человека, чьей отличительной чертой было то, что он был справедливым. Когда он умер, посланнику Аллаха явился ангел Джабраил, али-иссалям. Он пришел к пророку, саллиллаху, али-иссаляму, и сказал, «Сегодня скончался праведный человек». Пророк, саллиллаху, али-иссалям, обратился к своим сподвижникам и сказал, «Молитесь за своего брата, поистине сегодня скончался праведный человек». Вы догадались, о ком речь? Знаете, кем был тот человек? Это был Наджаше, сподвижник пророка, али-иссаляту ассалям, которому была дана привилегия, предоставляемая лишь немногим, а именно то, что ангел Джабраил, али-иссалям, и Всевышний Аллах засвидетельствовали, что он был праведным человеком. Пророк, али-иссаляту ассалям, тоже засвидетельствовал, что он был праведным человеком. Вы только представьте себе, какая великая привилегия. Когда умирает человек, то другие люди помнят о нем, если он был праведным. И это надо делать не ради признания людей, но ради довольства Всевышнего, его посланника, али-иссаляту ассалям. И неужели в тот день, когда вы увидите посланника Аллаха, али-иссаляту ассалям, у источника Каусар, вы не захотите услышать от него слова, «О, Раб Аллаха, да вознаградит тебя Всевышний Аллах, самым высоким уровнем в раю, за все твои благие тела в земной жизни». Неужели вы не хотите увидеть улыбку на лице посланника Аллаха, али-иссаляту ассалям, и то, как он доволен вами в этот день? Это действительно то, о чем стоит мечтать, и то, к чему необходимо стремиться. Субтитры создавал DimaTorzok